Всем привет! С вами Алиска на Береглаб. Работаем с картами, смотрим прогноз на ближайшие дни и делаем вывод о возможных катаклизмах. Начинаем с Европы. Смотрим вот здесь, в районе Гибралтара, Северная Африка. Здесь какие-то осадки, дожди небольшие. Также, смотрите, снегопады продолжаются в Альпах. Кстати, я смотрел, там в Италии выпало нехило снега. Там лыжники уже как бы лыжи в подвал положили. И раз им пришлось достать, потому что там метр снега опять, можно катать по полной. Также смотрим снегопад. Здесь снег с дождем, на западе Польша, температуры небольшие. В общем-то, все около нуля. То же самое в Западной Украине. Непогода здесь происходит. Ну и здесь, в районе Одессы, смотрим, здесь какой-то циклон нарисовался. И он завис. И, в общем-то, он портит погоду практически во всей Украине. И Белоруссия здесь тоже. То есть, такая прохладная погода. Но немножко теплеет, зато и улучшается погода в Турции. И на Астрахани, смотрите, тоже какой-то циклончик. Здесь чисто Каспийский, какой-то локальный. Но он без осадков. Судя по всему, там, скорее всего, какие-то пылевые сейчас процессы происходят. Ну и видно, что вынос воздуха вот так и происходит на север. То есть, в сторону Урала видно, что температура плюс 20. Екатеринбург, Челябинск, вот уже взято. Серов плюс 20 взял. Отличные погоды стоят. Но на севере здесь циклон в районе Воркуты. Около нулевые температуры. Основные же события сейчас в районе Турханска, Норильска происходят. Здесь более серьезные циклоны. Циклон с таким снегом. Так что, надо, наверное, предупреждение вынести о метеле. Также плохая погода сейчас находится в окрестностях Байкала, в Восточной Сибири. В Иркутске плюс 4 всего снежок идет. Вот. В Китае тоже снегопады идут. Вот так-то. Ну, скорее всего, там горные местности. Но все равно. И все жив этот циклон. Смотрите, в Охотском море. Его хвост распространяется так вот хитро. Доходит до Чукотки. И идет через Камчатки, Курилы. И уходит сюда, в океан. Вот опасная система. Но она пока никому не угрожает. То есть, она там по океану плывет. Если только какие-то суда там случайно попадут в ее эфир, так сказать. И тогда, да, тогда проблемы. Так. Смотрим грозы. Грозы в Юго-Восточной Азии. Здесь преимущественно Юг-Индии. Шри-Ланка, смотрите, здесь прям затапливает так хорошо. В общем-то, мокрый сезон. И плюс у них вот уже сформировался ураган. Который может, ну, только по касательной здесь пока так прогноз такой. Не особо сильно он заденет Филиппины и Японию. Ну, надо смотреть. Потому что траектория может меняться. В Австралии вроде бы все чисто. Чуть-чуть в Тасмании и в Новой Зеландии небольшие осадки. Здесь у Новой Калейдонии какая-то есть проблема небольшая. Но пока она никому не угрожает. Так. Смотрим. Северная Америка. Ну, традиционно юг Аляски. Здесь опять осадки сыплет. Вот. Также осадки. Вот здесь циклон находится в скалистых горах. Но основные проблемы происходят вот здесь на побережье. Техас, Луизиана, Нью-Миссисипи. В этих штатах. Чуть-чуть Алабама, может быть. И вторая. Это вот в районе Каролины-Виргинии. Сейчас по побережью. Здесь тоже такая штормовая погода. Но она не настолько опасна, как опасна вот здесь. Здесь вот на юге, конечно, здесь более серьезные процессы происходят. Так. Вот, кстати, циклон находится. А хвост от него идет вот сюда аж к Венесуэле. И к Панаме. Вот к Панаме. Так. В Бразилии. В районе Амазонки. Здесь какая-то непогода. В районе Уругвая. И на юге Чили. В Африке, похоже, все более-менее нормально. Ну, теперь давайте смотреть, как это все будет меняться. Так. Сегодня в ночь что произойдет. Ну, здесь на юге, слава богу, все рассеется. Да и на востоке тоже. Вот здесь только на северо-востоке США. Также уменьшится дождь. Не сможет циклон этот пройти. То есть антициклон там держит. Но его потеснят все равно. И вот здесь с севера от Норильска циклон пойдет вниз на юго-восток. И, в общем-то, будет развиваться таким образом. И смотрим вот этот на северо-востоке Китая циклон. Потому что, судя по всему, он идет и угрожает Приморью. И здесь на Чукотку перейдет этот циклон. Хотя хвост будет все еще проходить через Камчатку. Так. Давайте завтра посмотрим, какие у нас будут. Ну вот чуть-чуть дождик дойдет вот сюда, в Россию, через Белоруссию, Украину. Но не более того. И довольно-таки мало интенсивности все это будет происходить. Хотя уже, возможно, кое-где грозы. Здесь в центре США опять какая-то система формируется. Но пока что только формируется. И вот этот тайфун идет в сторону Филиппин. Ну, смотрим, как он разыграется там. Как что будет. Ну, видно, что он тормозится. И немножко идет к северу. Но нет, смотрите, он все-таки сейчас поменяли чуть-чуть. И все-таки он вдали по Филиппинам. Хотя видно, что он делал торможение мощное. И все-таки Филиппинам достанется, судя по всему. Ну, покасательный, покасательный. Видно, все-таки идет. Но зато будет долгое влияние из-за того, что он затормозился. И меняет траекторию. И вот так вот получается все-таки по побережью пройдет этот тайфун. Ну, а здесь видно, что непогода. Это следующий вторник Украины. Мы уж на этом месте. Давайте теперь вернемся, посмотрим давление, как сейчас располагается. Ну, вот видно хорошо этот циклон, который проник таки в Украину. И даже чуть-чуть вот сюда, Белоруссию, Россию. И вот, кстати, видно отличный циклон над Астрахани здесь. Область низкого давления. Но, как мы видели, дождя там нет, судя по всему. Может быть, там есть какие-то капли полетят. Судя по всему, это такой какой-то сухой циклон. И большая часть Азии, кстати, погружается в область низкого давления сегодня. Но завтра она будет смещаться, потому что это высокое давление будет толкать это на восток. И, в общем-то, в Европе вот этот циклон так и остановится. А этот, смотрите, живой. Он над Казахстаном будет. То есть, явно будет гонять какие-то пески. А после завтра, к субботе, видно, что над Европой вообще воцарится полностью высокое давление. А в Азии будет вот здесь два циклончика. Но основные, конечно, в восточной части Азии. В Северной Америке высокое давление. Так, давайте посмотрим 24 апреля. И здесь видим, что устанавливается мощный антициклон над Евразией. И, ребята, главное, чтобы он не закрепился. Надо его чем-то разбить. Давайте, посылайте сюда какие-нибудь циклоны. Что-то надо делать. Потому что, если он закрепится с апреля, то это будет просто кошмар. Ладно, давайте теперь посмотрим с вами температура. Температура, ну, видно, что, в общем-то, вот в этой части Восточной Европы и в Азии, в Центральной, все прекрасно, все отлично. Выходит тепло сейчас в Сибирь. То есть, сибиряки, встречайте. В Европе все прохладно, очень бодро. Ну, мне нравится такая погода. Вот, и в США проникает тоже холодок такой. Давайте посмотрим, что будет сегодня ночью. Ночью, в общем-то, холодок проникнет и сюда, на север Казахстана. Вот, и видно, что, в общем-то, он в сторону Монголии так хорошо идет, Восточная Сибирь. То есть, идет реально вторжение холода. Этот циклон играет большую роль. Потому что, посмотрите, прям вот поток идет из Арктики таким, прям потоком, вот именно его так и надо называть, в сторону Центральной Сибири. Ну, и традиционно, ночь холодная в Европе. Вот, в Северной Америке тепло дойдет, смотрите, аж до Аляски. О, куда проникнет, через Канаду. Круто. Ну, давайте завтра теперь дневные посмотрим картинки. Вот, но в США эта ночь будет, и поэтому сюда свалится холод. Вот, практически до Мексики дойдет, вот такие перепады резкие. А в Европе, в общем-то, ничего не поменяется. В Средней Азии, о, кстати, смотрите, как хорошо видна дыра вот в температуре от этого циклона. Он вроде мелкий, там буквально, не знаю, там 200 километров в диаметре. Вот, а зато, смотрите, какую дырку делает, прям температурную. Ничего себе, прям видно. И видно, что тепло, в общем-то, прибивается к Средней Азии. И разве что, вот, идет только в Южную Сибирь, вот, вынос за счет этого уже циклона. Но, опять же, смотрите, идет мороз. Идет серьезный мороз. И он все-таки дойдет до Казахстана и даже в Европу проникнет. Так, ну, быстренько посмотрим, что будет. Ну, в общем-то, все то же самое. Ну, что, на этом все. С вами был Алекс, канал Березлаб. Желаю отличного поражения. Да. Продолжение следует...